Дорогие друзья, утро доброе! Портал Прианру начинает очередной вебинар, посвященный актуальным вопросам недвижимости, инвестиций, миграции. Сегодня мы будем говорить об миграции. У нас на календаре 7, если я не ошибаюсь, октября. И, соответственно, по крайней мере, у нас в Петербурге, откуда я веду эту трансляцию, листья желтеют, кленовые в особенности. О кленовом листе мы сегодня и поговорим. Сегодня у нас очень-очень актуальная тема. Мы будем говорить о стартап-визии и о вебинар жительства в Канаде. Почему я говорю, что эта тема очень актуальная? Потому что полтора года назад, когда мы начали активно развивать миграционное направление у нас на портале, мы увидели, что значительная часть людей интересуется именно возможностью переезда. И Канада здесь стоит особняком. То есть, если недвижимость в Канаде, она несколько в тени, условно говоря, если сравнивать ее с рынками недвижимости в других странах, то переехать, ну, разве что только вот США может сравниться по интересу Канаде. И сегодня мы как раз обсудим одну из самых интересных и самых, можно сказать, с одной стороны, востребованных программ канадских. Но, с другой стороны, это та программа, о которой не знают больше, чем знают. Соответственно, я призываю вас, если есть какие-то вопросы, задавать их в чате. Традиционно наш вебинар будет записан, и те, кто не смогут его в полной мере посмотреть, смогут сделать это по окончании. Мы вышлем всем, кто регистрировался на вебинар, ссылку. По итогам сегодняшнего нашего вебинара мы будем публиковать статью. Ну, и сейчас самое время представить людей, которые, собственно, и будут сегодня нашими докладчиками, нашими экспертами. С удовольствием представляю Нури Кац, президента и основателя компании Apex Capital Partners, лицензионный участник Канадского регламентирующего совета иммиграционных консультантов Apex Capital Partners. Нури Кац, Нури, здравствуйте, видите ли вы меня? Добрый день, Добрый день. Нури, совершает сейчас подвиг, потому что то место, где он находится, там сейчас 4 утра или 5 утра у вас. Я не знаю, 4, 3, 5, кто знает. В общем, не то время, что у нас в Санкт-Петербурге. Совсем не то. И я с удовольствием представляю Майкла Шраймана, президента IPS, Apex Partners, бизнесмен, инвестор, ну не знаю, сколько это можно считать официальной должностью. Ментор стартапов, IPS, Apex Partners. Ментор – это официальная должность, Майкл, так? Ну, как вам сказать, наверное, официальная должность, ментор, ну, ментор – это, вы знаете, что это означает, да? Ментор – это учитель. Учитель, да, 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 да. Ну, в общем, поговорим сегодня с учителями. Рад сказать, учителя. У нас вчера в Петербурге был день, в России был день учителя. В общем, с днем учителя за два. Окей. Как мы построим нашу беседу? Сначала несколько слов, там, минут 10-15 мы поговорим с Нури. Он в первую очередь расскажет о программе, как о ее базовых условиях, о том, что вообще она собой представляет. Затем мы отдельно с Майклом чуть более глубоко обсудим бизнес-составляющую, поскольку теоретически вроде все просто, но на практике есть очень-очень много разных нюансов. А затем в течение, там, ну, 20-30 минут у нас будет время отвечать на вопросы, которые, я надеюсь, сегодня будут, их можно задавать в чате. Итак, Нури, давайте начнем с базовой истории. В двух словах вот о программе, какова ее цель, как она называется, как давно существует. Потом я подключу обязательно вашу презентацию. Хорошо. Ну, тут видно, по-моему, сзади, где Михаил сидит. Canada Startup Visa. Программа – это новая, ну, она не совсем новая, но она не была использована сильно. Программа, она существует примерно 4-5 лет, ну, 5 лет, по-моему. Но до недавнего времени мало кто знал об этой программе и использовал эту программу. Так что, да, с одной стороны программа старая, с другой стороны она новая. Для чего власти Канады вообще решили такую программу начать? Какова их цель значатая? Ну, власти Канады понимают, что Канаде иммиграция нужна. Нужны люди. Я думаю, что практически все страны это понимают. И они всегда, я занимаюсь иммиграцией в Канаду уже почти 30 лет, и за время, пока я этим занимаюсь, я видел, как они меняли законы, ну, в зависимости от правительства, в зависимости от ситуации. Но они меняли законы про иммиграцию очень-очень много раз. Они всегда корректируют их видение про того, каких людей они хотят видеть в Канаде. И правительство 5 лет назад решило, что среди всех остальных они хотят увидеть людей, которые могли бы создавать очень инновационные бизнесы в Канаде, которые канадцы сами не могли бы делать. И они думали, что если они найдут таких, то они откроют бизнес и будут нанимать людей на работу, будут платить налоги, естественно, но тоже будут им помогать с международным торговлей. Это всегда, когда, ну, часто, когда люди эмигрируют откуда-то, особенно в нашем тесном мире, они не просто уезжают из своей страны, они оставляют у себя корни свои и возвращаются и туда сейчас мы живем в таком глобальном мире. И они очень-очень часто продолжаются работать со своей страной. И Канда как-то видела, что вот такая вот возможность привлекать интересных людей с интересными идеями к себе, создавать бизнесы и дальше работать с тем и странами, откуда они приезжали. Перед тем, как уже перейти к основной истории о том, что же собой представляет программа, еще один вопрос. В Канаде ведь, вы занимаетесь эмиграцией в Канаду в широком смысле слова, не только одной программой, насколько я понимаю. В Канаде же программ очень много, может быть больше, чем где бы то ни было в мире. У некоторых, как я понимаю, у некоторых регионов есть просто свои программы, есть программы национального уровня. Вот вместо вот этой программы, программы стартап-виза, насколько она там более популярна, менее популярна, самая непопулярная? Ну, вопрос не совсем популярности. Самое популярное, если подумать о том, сколько людей приезжают, по какой программе, то это беженцы, это соединение семьи, но для тех, у кого нет близких родственников, типа муж, жена, дети, родители и так далее, это программа, и для тех, которые могут позволить себе, потому что, как мы все знаем, ничего бесплатного не бывает в мире. Но, и все, да, иммиграционное законодательство Канады, это много-много-много библиотек. Это не просто, это не две страницы, как в многих других странах, которые, даже с которыми мы работаем. И программ очень много, но в основном все эти программы, все другие программы, это все-таки для тех, которые уже имеют какие-то отношения с Канадой. Они учились в Канаде, они временно работали в Канаде. И таких очень-очень-очень много, которые приезжают временно либо на учебу, либо на работу и хотят потом оставаться. Для таких, которые не имеют таких близких отношений, как и родственники, или они учились там, они работали. Вот для бизнесмена, у кого есть хорошая инновационная идея, вот эта программа как раз подходит. Окей, дорогие друзья, тогда переходим сейчас к презентации. Напоминаю, если есть какие-то вопросы, можете их задавать, то прошу включить тогда презентацию Нуре, с тем, чтобы мы начали бы уже говорить о том, каковы же формальные условия работы программы. Сейчас найдем вот этот слайд. Об этом вы сказали, насколько я помню, что 4 года назад. Так что я наверно правду сказал. Да, именно так. Возвращайте назад на секунду. Да. Так что да, тут написано, на самом деле мы говорили об этом. Я еще хочу сказать, что вот эта тенденция создавать стартап виза программой на самом деле не совсем уникальная в этом мире. Много стран сейчас идут к этому. Много стран хотят найти из других стран умных людей, которые могли бы инвестировать в очень новые интересные бизнесы. И Канада просто была в начале этой тенденции. Сейчас есть такая тенденция. Ну, сейчас идут разрабатываться программы и в Великобритании, и в других странах. Просто Канада любит это. Я, кстати, перед тем, как вы начнете рассказывать сейчас прямо детали программы, я попрошу в чате опубликовать контакты, поскольку я понимаю, что не все могут весь вебинар прослушать, а связаться с компанией Apex Capital, связаться с Нури и задать какие-то частные вопросы можно будет. Поэтому, я думаю, в чате можно сейчас контакты опубликовать и с Нури и Михаила, Майкла. Итак, пожалуйста, Нури, собственно, Нури, вы его видите на экране. Пожалуйста, ваш монолог о том, что собой представляет программа. Возвращайте назад тоже. Пожалуйста. Я хочу, я люблю смотреть на себя, но на самом деле, то, что тут очень важно, хотя как-то неясно на слайде, это то, что у нас с Михаилом разделена немножко работа. Михаил занимается бизнесом и занимается менторингом, и я занимаюсь юриспруденцией по вопросам иммиграции, лицензированным государством, можно сказать. Тут очень важно понимать, и я немножко это объясню дальше, и Михаил объяснит это досконально потом. Тут то, что важно понимать, что есть два процесса. Есть первый процесс, это создание или… Давайте идите на следующий слайд. Тут нужно создавать то, что называется квалифицированный бизнес в Канаде. И это нужно, пока человек сидит условно в России, он должен создавать квалифицированный бизнес в Канаде. И где он имеет хотя бы 10% акций и 50% белосущих акций. И, ну, это уже что-то сложно, создавать компанию в другой стране, 6000 километров от твоего дома. Это целая процедура, которая тяжело, тяжелая, и это чем занимается Михаил в Канаде. Но нужно прийти в… Нужно придумать новую инновационную идею. Я использую слово «инновация», потому что это слово, которое используется в законодательстве. И Михаил дальше будет говорить про инновацию больше. Так что вот эта фирма, которая будет работать, она должна вести, она должна быть зарегистрирована в Канаде и должна вести существенную. И вопрос, что такое существенное, это сложный, субъективный вопрос. Но, как я говорил раньше, что получается всегда, что люди начинают работать на двух странах. И Канада не хочет, чтобы вот эта инновационная идея приехала, была зарегистрирована в Канаде, но потом осуществовала свою деятельность совсем в другой стране. Так бывает часто, но Канада пытается защищать себя, чтобы тоже создавать определенные условия. Окей. Нури, давайте тогда вот вернемся к этому основному вопросу. Все-таки основные параметры программы, если мы говорим о формальной стороне вопроса, что это и так далее. Да. Ну, возвращайся, окей. Самое главное тут, это заключается в том, что если у человека есть инновационный бизнес, который уже существует, или просто идея, то он должен, чем мы занимаемся, с нашей помощью, получать то, что называется на английском letter of support. Letter of support – это письмо о поддержке. Он должен обратиться к инвестиционному фонду, есть разный тип этих фондов, и уговорить эти фонды либо инвестировать какие-то деньги в его идею, либо поддерживать его идею без инвестиций, быть ментором. И если он может уговорить эти инвестиционные фонды, и когда я говорю слово, уговорить это, показывать бизнес-план, показывать, как эта инвестиционная идея будет работать, создавать пакет из 500 страниц или больше, это не просто стукать по двери и сказать, дайте мне это. Это серьезный, сложный вопрос. К ним, к этим организациям обращаются тысячи людей. Они только берут тех, у кого действительно инвестиционная идея. И надо подготовить не только документы, а вообще все обращения к ним, так как они хотят это видеть, не так, как обычно, к чему бизнесмены привыкли в Канаде, а в России. Я хотел бы просто уточнить, правильно ли я понял, что основной момент это упаковка и презентация этой бизнес-идеи для, вот у вас здесь написано в презентации, одной из трех уполномоченных канадских организаций. То есть потенциальный заявитель должен с этой организацией связаться и отправить им по определенным способам оформленную свою бизнес-идею. Да, если он умеет это делать, если он не умеет это делать, то мы это делаем для него. Отлично. И никто в России не умеет это делать, если честно, создавать. Просто это очень тяжело надо понимать, как вести бизнес в Канаде. Это еще раз, это 500 страниц, это очень сложно и за это... То есть, условно говоря, это не на бумажке нарисованная какая-то история? Нет, это не просто написать какой-то имел и сказать, давайте, это серьезное, это серьезное очень дело. И как только у нас мы получим этот letter of support, который занимает время и надо обращаться ко многим этим организациям, не только к одной организации, нужно... Потому что если одна организация не принимает, то дальше надо к другим, не каждый будет принимать. То тогда с этим письмом нужно идти дальше, и это иммиграционная часть, и получение ПМЖ в Канаде, надо идти с этим письмом в правительство Канады и подавать заявление на иммиграцию на ПМЖ на основании получения вот этого письма от организации. То есть, одними словами, ты обращаешься в организацию, если, дай бог, все проходит гладко, эта организация говорит, да, мы считаем, что ваша бизнес-идея действительно заслуживает внимания канадских властей, и это письмо есть основание для того, чтобы ты уже начал этот процесс, все еще в Канаде не находясь, ты все еще находишься у себя. Окей, предположим, мы сейчас рассматриваем, давайте рассмотрим идеальный гладкий путь, вот просто следующий слайд, предположим, вот эта история прошла, то есть ваша идея получила одобрение. Что дальше? То дальше человек, его семья с детьми до 22, тут у меня написано 21, но это просто означает включая. Могут приехать в Канаду на постоянное место жительства. Это значит, что они сразу, как только они прилетают в Канаду, в аэропорту, они уже получают все права и обязанности канадского гражданина, это постоянное дело. и вне зависимости от того, что случается с его бизнес-идеей, получится со временем, не получится. Понятно, что основная масса бизнесов не работает больше всего года. Даже среди тех бизнесов, которые прошли вот это одобрение? Да, ну, все. Но это закон жизни, закон мира, я не знаю. Да, это правильно, просто такой вопрос. Нас все время спрашивают, ну, хорошо, у меня есть стартап, все замечательно. Вы же знаете, что, к сожалению, или, ну, конечно, к сожалению, что со всех стартапов во всем мире всего лишь, может быть, 1% или 2% пройдет, и это очень хороший результат. Если бы все стартапы прошли и сделали со стартапа, и этот пизд начался бы, мы были бы просто, как говорится, супер, да? То есть все бы работало, все бы замечательно было. Окей, ну, и давайте вернемся вот к этой схеме. Уже у нас появились вопросы. Господа, обязательно на все вопросы ответим, но чуть позже сейчас просто мы про схеме вот этой пройдемся. Итак, мы остановились с вами на том, что мы получаем вот это волшебное письмо одобрения бизнес-идеи, и после этого человек, который получил это одобрение, он отдает его уже какие-то официальные канадские государственные органы, и вот эти государственные канадские органы выдают ему финальное одобрение. Все, окей, вы можете приезжать, вы можете начинать свой бизнес, правильно? Да, ну, они должны, на самом деле, с момента получения этого письма о поддержке, они должны дальше создавать бизнес, и есть разница во времени, где-то год, может быть, полтора, от того момента, как они получают это письмо о поддержке, до того, как они получают возможность приехать в Канаду. Вот как раз вопрос, вот сколько времени занимает вот это первое одобрение? То есть, предположим, отдали этот документ основной, вот в одну из организаций уполномоченных, сколько она рассматривать будет? Неделю-две месяц? Ну, примерно, не, но после того, как получают это письмо, то процесс занимает примерно 16-18 месяцев до того, как человек может переехать в Канаду. То есть, через 16-18 месяцев, после того, как ты сдаешь вот этот документ на 500 страниц, ты получаешь одобрение? Ну, если получаешь? Если ты получаешь, как только получал вот это письмо о поддержке, ты идешь в правительство Канады и подаешь заявление на иммиграцию, и ждешь примерно 16-18 месяцев. Окей. Смотрим дальше. После того, как, допустим, тебя одобрили, тебе разрешили приехать в Канаду, означает ли это, что к этому времени у тебя уже какой-то бизнес в Канаде должен быть, ты его должен уже как-то физически начать создавать? Да, да, да. А как ты физически его начинаешь создавать, находясь в Украине, в России, ну, там, в любой другой стране мира? Ты нанимаешь Михаила Шрибмана, чтобы он это сделал. Хорошо, Михаил, тогда мы с вами отдельно об этом поговорим чуть позже. Хорошо. Итак, предположим, у тебя начал работу вот этот твой инновационный бизнес, ты приехал в Канаду, приехала в Канаду твоя семья, у тебя есть разрешение. Дальше вопрос, что делаем дальше? То есть, как бы, хорошо, я приехал, я начинаю свой бизнес развивать. Если мне выдали вот эту визу, какова гарантия того, что дальше я смогу получить ПМЖ, гражданство? ПМЖ – это сразу. Как только человек прилетает на аэропорт, то в аэропорту дают ему ПМЖ. То есть, он же лечит, уже зная, что он ПМЖ получит? Да, да. Окей. Он получил уже. И у него работает бизнес? У него начинается работать бизнес, уже начался немножко работать, это, естественно, первые шаги. Он бизнес не работает вовсю, но и дальше он должен начать работать в бизнесе и развивать свой бизнес. И это с нашей помощью, с Михаилом. И если получится, то получится. Если не получится, то он все равно может оставаться в Канаде и попробовать что-то другое. Скажите, пожалуйста, вот очень часто, я сам собственный бизнес не открывал, но предполагаю, что для открытия очень многих бизнесов все-таки важно, пусть краткое, но присутствие в стране изначально. Вот на первой стадии, когда ты еще не получил разрешение на въезд в страну с ПМЖ, можешь ли ты каким-то образом приехать заранее, чтобы просто попытаться что-то организовать? Абсолютно. Можно приехать с временной разрешением на работу довольно быстро, если человек хочет это делать. И получать потом, через 16 месяцев, он может сначала через 3-4 месяцев приехать в Канаду по временной рабочей визе. Это значит, что он может работать у себя на фирме и дальше оформляется ПМЖ. Когда мы говорим о временной рабочей визе, чтобы получить такую визу, нужно как раз все равно, основанием для получения такой визы является отправление вот этих базового документа. Письмо, да. Это получение письма. Получение письма. Окей. Так, давайте сейчас еще тогда посмотрю. Вот давайте еще просто прокомментируем этот кадр. Значит, как вы сказали, вместе с заявителем могут получить разрешение члены семьи, супруги и дети до 21 года включительно. И тут то, что очень, конечно, важно и интересует всех, если ПМЖ ведет к гражданству. И гражданство – это уже абсолютно навсегда. Это паспорт канадский, который один из, наверное, самых лучших паспортов мира. И для этого нужно физически находиться в Канаде 3 года. Из, значит, тысяча девяносто пять дней из последних пяти лет. А, ну то есть. Нацвет надо находиться там. Так что, если... Это единственные условия. И надо немножко знать английский, но чтобы получить это письмо о намерении, о поддержке, нужно знать английский тоже. И Михаил будет об этом тоже говорить. Ну, то есть, знание английского, в общем, я предполагаю, для девяносто девяти процентов людей, планирующих эмигрировать в Канаду, это наименьшее из проблем. Я думаю, люди, в общем, понимают, что... Ну, если честно, это не так, к сожалению. Люди не дооценивают, насколько важно иметь язык, чтобы жить... Они не совсем понимают, что эмиграция – это не туризм. Ну, туризм – это... Это вечная проблема. Исходишь по гостиницам, где люди говорят на разных языках, но чтобы жить и опубликовать счет за электричество или открывать счет в банке, это никто с тобой не будет говорить ни на русском, ни на украинском, ни на китайском, а на английском. Ну, скажите, пожалуйста, вот все-таки еще один вопрос, по срокам там было несколько вопросов. Вот, предположим, собран, сформулирован вот этот 500-страничный документ с вашей помощью, или человек проявил чудеса и сам сформулировал, он, предположим, отправляет вот этот документ. Все-таки еще раз, с того момента, как он отправил этот документ, до того момента, как он по практике может всей семьей въехать и получить ПМЖ. Вы сказали примерно полтора-два года. Михаил это скажет по-другому, то, что я уже отвечал на этот вопрос. Нет проблем, я сейчас попробую сформулировать это. Значит, приблизительно, скажем, он уже получил этот пакет, сделал сам, скажем, этот пакет. Ну, не с вашим пакетом, а он есть. Ну, и страшно, ничего страшного, да, конечно, все могут, я надеюсь, сделать это очень тяжело, конечно. Вот, он получил, он, скажем, получил letter of support, как только он получил letter of support, обычно берет приблизительно еще, скажем, месяц, скажем, для Apex Capital Partners подать все остальные документы на permanent resident. Вот с этого момента, когда он подал на permanent resident, на ПМЖ, обычно это берет приблизительно между 12 и 16 месяцев человек может получить уже ПМЖ. Но, что еще и важно, важно то, что если человек действительно хочет быстрее приехать, да, и начать свой бизнес в Канаде, в это же время, когда Apex Capital Partners будет подавать на ПМЖ, есть там колонка такая, хочу приехать по work visit, он отмечает ее, да. Где отмечает, простите, отмечает где? В документах по подаче на ПМЖ, да, в документах по подаче на ПМЖ, вот, и приблизительно это берет на сегодняшний день, то, что мы видим, у нас сотни аппликаций идет, где-то от 6 до 8 недель он может получить эту work visit. Теперь, дальше, как только он получил work visit, и он въезжает в Канаду, важно, чтобы он дальше продолжал этот бизнес, и эта work visit, она привязана к этому стартапу, к этому бизнесу, да, который он может привести. А, например, его жена может очень просто взять и работать где-нибудь в другом месте, или открыть другой бизнес. То есть, если, скажем, муж – компликант, а жена – компликант. Когда вы сказали, а его жена может, я испугался, что вы сейчас скажете, а его жена может раз и развестись, я подумала, такая, ну, на слухово. Нет, сейчас не надо. Об этом речь не идет, слава богу. Окей, скажите, пожалуйста, вы упомянули, я вам сразу двоим, когда я буду задавать вопросы, я думаю, что кому будет удобнее, то ответят. Вы сказали, что помимо вот этого основного документа есть еще некий набор документов. Что он собой представляет, насколько сложен он в изготовлении и получении, кроме вот, собственно, этого базового 500-страничного документа? Ну, честно говоря, если уже есть это письмо о поддержке, то дальше это техническая и юридическая работа. Там нужны документы, нужно правильно оформлять все, это нужно понимать немножко законодательство, не немножко, а надо понимать законодательство Канады, иммиграционного законодательства Канады, и можно создавать заявление на иммиграцию и общаться с правительством по поводу получения. Но если я правильно понимаю, кроме вот этого 500-страничного документа, остальные документы, они уже документы, скажем так, иммиграционного характера. То есть это, по большому счету, универсальная история для большинства программ. Да, свидетельство, рождение. Понятно. Хорошо. Предположим, давайте дошли, такой еще вопрос. Ну, уже, наверное, переходим к вот, тем более, что большинство вопросов, которые нам к данному моменту задали, они как раз вот про это. Итак, есть некая бизнес-идея. Общий вопрос звучит так. Какие факторы могут повысить шанс получения Letta of Support? Итак, вот есть человек, и он считает, что у него бизнес-идея есть. Что дальше? Как с этим всем надо работать и как самому проанализировать? Давайте начнете вы, потом Мурин с вами тоже, вам тоже задам вопросы. Соответственно, можем включить, у вас у нас есть, по-моему, там отдельный шикарный гигантский слайд на этот счет. Да, и смотрите, можете сочетать еще раз вопрос? Вопрос, да. Какие факторы могут повысить шанс получения Letta of Support? Но это такой общий вопрос, поэтому, соответственно... Очень общий вопрос, ну, глобальный вопрос, наверное, да. Ну, какие факторы? Факторы первого, очень важно, то есть все, значит, как Нури и сказал, есть три уполномоченные организации. Значит, одна организация – это бизнес-инкубаторы, вторая организация – это angel-инвестеры, и третья организация – это венчурный фонд. Да? Теперь, что получается? Получается то, что когда человек, скажем, интерпренер, или у него есть какая-то замечательная идея, когда что-то подобное, он хочет подать, и шансы его, ну, конечно, шансы велики, может быть, невелики. Значит, какие шансы? Смотрите, дело в том, что очень важно, во-первых, разговаривать на английском языке, да, это намного, это очень важно. Почему? Потому что по этой программе нужно по закону иметь IELTS 5 или CLB 5, то есть у меня хотя бы level 5. Что это не очень высокий, что это не очень высокий, но, конечно, очень важно разговаривать на английском языке и презентовать на английском языке, потому что, как вы понимаете, в Канаде на русском языке кто-то и разговаривает, но… Значит, Михаил, сразу уточнить, вот вы употребили слово «презентовать», что значит «презентовать»? Под «презентовать» вы имеете в виду написать этот 500-страничный документ? Значит, смотрите, с чего начинается родина, да, я вас понял, с чего начинается. Нет, нужно сначала написать «питштег», что такое «питштег» или «бизнес тизер» мы называем. Это, во-первых, объяснить кратко, но четко, да, о чем идея, в чем инновация, почему эта инновация будет интересна в Канаде и доказать, тоже это очень важно, доказать, что в этой же презентации, вот, в краткой презентации, да, вот, доказать, что эта инновация действительно будет создавать много рабочих мест, эта идея будет глобальна, то есть, дело в том, что этой идеи нет или этого бизнеса нет в Канаде, это очень важно, да, и почему этот бизнес инновационный? Самое ключевое, главное слово в этом всем – это доказать, что это инновация. Теперь, после того, как он создал, подал этот документ, скажем, «питштег», «бизнес тизер», или, если у него, например, есть уже, как говорится, MVP, многие знают, что такое минимум viable product или прототип, давайте по-русски скажу, у него есть еще больше шансов. Значит, как я сказал, что это английский, это важно. Второе – уметь презентовать, то есть, сделать правильную презентацию и доказать уже в этой краткой презентации, почему его проект замечательный. Третье – если у него уже, скажем, есть компания или стартап, который работает, скажем, в России или в СНГ, в Казахстане, неважно, приезжает, да, и он должен тоже доказать конкретно, как он работает и сколько он зарабатывает и что-то подобное. Плюс доказать, что это, то есть, это все в этом презентации должно быть, да, вот, и показать, как он создал и показать, если у него есть уже патент, скажем, в России или там в любой другой стране, тоже это показать. Это увеличивает шансы получения letter of support. Майкл, такой вопрос. Значит, вы назвали бизнес-инкубаторы, вот, назвали, описали в этой схеме Angel Investors и венчурные фонды. В чем принципиальная разница между ними, когда ты рассматриваешь возможность куда-то послать эти документы, есть ли разница между первыми, вторыми и третьими, в чем она заключается? Абсолютно. Очень правильный вопрос. Дело в том, что, когда я просто немножко вернусь обратно, да, вот, просто дело в том, что когда создавалась эта программа, и можно сказать то, что начальник, то есть, когда ее создали, очень умно Джейсон Кенни продумал, бывший министр миграции, который очень близкий друг с нашим, один из наших коллег Джерри Вейнер, который бывший министр миграции, сейчас работает с нами, вот, и они очень хорошо продумали, действительно продумали, как, какие бизнесы, как привести инновацию, как доказать, то есть, иммиграционные власти, они же не бизнесмены, они не понимают, какой бизнес будет работать, какой не будет, и да, что-то подобное. Что они сделали? Очень просто. Они сказали, что есть, давайте выберем три разных потока, да, и первый поток, это для seed, то есть, для начальной, только для идеи, это бизнес-инкубаторы, вот, второй поток, для более, это группа, выберем группу английских инвесторов, почему их, потому что этот, может быть, этот бизнес, он уже на другом уровне, скажем, уже начинает работать, или там очень интересный какой-то патент, или там уже бизнес начинает немножко зарабатывать, да, и третий, это венчурные фонды, это мы говорим VC-капиталист, да, которые уже на друг, совсем на суперстаре, говорит, компания уже сильно зарабатывает, и очень эмоционная, и там есть даже идея такая, что эта компания может приехать в Канаду, и сразу же, значит, говорится, работать, и создавать много рабочих мест, и не только, а важно то, что они scale globally, то есть, они могут развиваться на глобальном рынке, значит, очень умно продумано, и сейчас расскажу, какая разница, и почему, значит, бизнес-инкубаторы, чем занимаются бизнес-инкубаторы, я не знаю, или вы знаете, но во всем мире есть бизнес-инкубаторы, особенно они очень развиты в Северной Америке, почему, потому что это организации, которые состоят из менторов, как я его сказал, да, то есть разных бизнесменов, и разных профессионалов в своем бизнесе, или учителей каких-то университетов, да, которые преподают сегодня бизнес в Канаде, вот, которые рассматривают эту, рассматривают идею, и пробуют с этой идеей все-таки довести до бизнеса, от слова incubate, что такое incubate, это когда маленький ребенок рождается, да, его вложат в такой маленький инкубатор, и вот он взрастет, да, то есть уже... Майкл, то есть они сами оказывают в известном смысле поддержку именно такую прагматическую, то есть они тоже участвуют своими мозгами в большей степени, чем другие схемы? Да, точно, да. Дело в том, что они есть, да, они участвуют, чем участвуют? То есть они конкретно учат, то есть когда ты уже попал в этот инкубатор, да, они конкретно рассматривают вашу идею и пробуют увидеть, или эта идея действительно может дойти до бизнеса, и что происходит? Они дают вам, то есть у них есть программа, обычно у всех инкубаторов разные программы, разная стоимость и разное время. Что они делают? Они учат, как делать бизнес в Канаде. И это действительно уроки, то есть раз в месяц там, или там есть двухнедельная, есть двухмесячная, есть шестимесячная, есть даже 18 месяцев, да, и вы учитесь вместе с этими преподавателями и смотрите, как вашу идею довести до момента, что она становится уже бизнесом. И это работа, это не просто, это действительно работа, вот, и нужно конкретно работать и понимать действительно свой бизнес, свою идею. Это бизнес-инкубатор, это первая схема. Второй вариант, вот это angel investors, чем отличаются эти ребята? Объясняю, значит, angel investors вообще, да. Я думаю, что даже я слышал, видел и встречался в России с angel investors groups, то есть это, кто такие angel investors? Это группа интерпренеров, группа бизнесменов, их может быть там сто тысяч, несколько тысяч, которые собираются вместе, создали angel investors фонд и хотят инвестировать в тот или иной бизнес, да, который начинальный, ранняя стадия, спасибо, на ранней стадии. И они инвестируют по-разному, да, могут инвестировать там 10 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, 75 тысяч долларов, depends. Но, что получается, по закону, закон относит очень просто, если вы понравились angel investors, и вы подали действительно свои документы, с angel investors это совсем по-другому, там намного серьезнее due diligence, намного серьезнее due diligence, due deal, да, по-русски, проверка, да, нужно сначала, скажем, вас отобрали, сказали, с 10 компаний, вот, выберем 3, да, после этого, что происходит, происходит то, что, как только они выберут 3, эти компании, получается, deep dive, что такое deep dive, это полное углубление в эту компанию и посмотреть, действительно, что там интересно, что там есть, да, вот, третье, очень важное, что когда только angel investors решили, что действительно они подтверждают, что этот бизнес хорош для них, иммиграционные власти говорят, вы очень умные инвесторы, да, sophisticated, да, пожалуйста, если вам понравилась эта идея, вы действительно решили, что эта идея замечательна для Канады, пожалуйста, проинвестируйте минимум 75 тысяч долларов канадских в этот бизнес, и также, в это же время, выдайте, пожалуйста, letter of support. 75 тысяч евро, то есть, это не деньги заявителя, это деньги вот этого angel investors, то есть, если вы действительно... Да, это мой фонд, мое время, angel фонд... А в чем интерес этого фонда в том, что он на основании этой поддержки получает какое-то... Идиотов, вложения, то есть, он хочет ваш кусок бизнеса в этом случае? Абсолютно, Филипп. Молодец, правильно. Это полубей, нет, это просто полубей. Я понял. Конечно, скрипте, что означает инвестор? Инвестор, angel investor. Как только вы слышите, инвестор, это означает то, что angel фонды, они берут минимум, они вкладывают, скажем, 75 тысяч долларов, а если эвалюация вашего бизнеса, скажем, миллион долларов, сколько процентов он зарабатывает, правильно? То есть, он хочет инвестировать эти деньги, и они хотят, чтобы эта компания развилась, развилась очень хорошо и зарабатывала для них деньги. То есть, они покупают долю компании. Тогда хочу уточнить про первый пункт, про, как мы с вами говорили, про бизнес-инкубаторы. А интерес бизнес-инкубаторов, они берут большую долю в этом случае научить вас? Или их бизнес-идея в чем? Объясняю. Объясняю. Очень правильно. Значит, их бизнес-идея в том, что они не покупают, то есть, они не имеют долю в вашем бизнесе. Их интерес довести этот бизнес до определенного уровня. Вот, и уже так же, дальше передать уже этот бизнес, скажем, дальше этот бизнес может пойти в, как называется, в Angel Funds или VC Funds и добрать уже деньги и уже начинать развиваться. То есть, их идея, они зарабатывают на чем? Он на этих курсах, которые они предлагают. Правильно? То есть, они... Понятно, да? То есть, если моя идея подходит на начальной стадии, и я могу ее только в инкубаторскую структуру определить, я должен быть готов к тому, что за участие инкубатора в моем бизнесе я должен буду им платить как за обучение. То есть, они на этом будут зарабатывать. Абсолютно, они будут на этом зарабатывать. Вторые ребята зарабатывать на этом не будут. Вторые ребята зарабатывать на мне не будут, они просто возьмут кусочек мою долю. Так точно, да, кусочек доли. И помогут собрать дальше деньги на этот стартап. То есть, получается, то, что они, скажем, инвестировали 75 тысяч долларов, это Angel Funds, да? И получится то, что дальше, когда уже люди приедут уже в Канаду, скажем, этот стартап приехал в Канаду и начал уже развиваться, да? Они дальше видят, о, замечательный стартап, он может принести много денег. Они могут помочь еще собрать funds, то есть, собрать деньги и еще раз и больше-больше инвестировать в этот бизнес. И тогда давайте перейдем вот к третьему. Есть уже фонды, как я понимаю, вот венчурные фонды, это уже история, работающая с реальным бизнесом, который уже себя показал, правильно? Да и нет. Тут все непросто. Нет, дело в том, что сейчас я расскажу. Дело в том, что когда писали эту программу, когда это бизнес, да, что получается? Тут нету black and white. Тут нету такого, вот четко сделай этот шаг и получишь этот шаг. Сделаешь это, получишь это. Так оно не работает, к сожалению. Почему? Потому что бизнес, знаете, меняется каждый раз и тогда что-то подобное. Но обратите внимание, венчурные фонды, да, я расскажу нет и да, значит, венчурные фонды кто такие? Есть несколько уполномоченных венчурных фондов, да, вести, которые имеют право выдать это letter of support, да, то есть это письмо поддержки. Теперь, фондам это не очень-очень-очень интересно. Почему? Дело в том, что есть много фондов, которые там, ну, вы понимаете, кто такие фонды. Фонды это 400 миллионов, 500 миллионов, миллиард долларов, да, то есть у них есть в обороте, они занимаются чем? Нет, инвестициями, да, а эти фонды, которые есть, да, они занимаются инвестициями и у них прописано в этом венчурном фонде то, что они будут вкладывать в инновационные идеи и инновационные бизнесы. Теперь, почему венчур капитал, вот почему? Конечно, по логике вещей, если мы посмотрим на это, наверное, они рассмотрят идею, которая уже рабочая, да, которая уже, наверное, приносит большие деньги и так далее, что подобное, вот, может быть, или есть какая-то, какой-то IP, да, intellectual property, как мы называем об этом, вот, которая действительно стоит большие деньги, да. В этом случае бизнес, может быть, даже не зарабатывает и ничего не делает, но там есть та изюминка, которая заинтересовала этого фонда. И в этом случае, по закону, они должны, если их заинтересовал этот бизнес, они с удовольствием инвестируют минимум 200 тысяч канадских долларов в этот бизнес. Они должны эту сумму уложить? Должны, да, должны. Почему должны? Если они хотят этот бизнес, чтобы он приехал в Канаду, и они хотят инвестировать деньги, значит, по закону иммиграционные службы говорят очень просто. Вы very sophisticated, да, очень предрасположены. Вы хорошо отнеслись к этим ребятам. Докажите деньгами, что вы им действительно доверяете. Да, собственно, да, большими, чуть побольше деньгами, то есть 200 тысяч минимум канадских долларов. И действительно, так оно и работает. И получается то, что когда бизнес уже приезжает в Канаду, да, они открываются банки в свой аккаунт, открываются компании, и после этого эти деньги заходят. И они становятся их партнерами. Логичный вопрос. Итак, показываю еще раз схему. Ну, Римайкл, вопрос такой. Значит, есть бизнес-инкубатор, есть Angel Investors, есть венчуры. Бизнес какого масштаба, вернее, представитель бизнеса какого масштаба изначально имеет большие шансы на получение стартап-визы? С чем охотнее работают? Кому чаще выдают вот это правильное заключение? Венчурные ребята, Angel Investors или вот самые ранние стадии? Или здесь вообще нет такой статистики? От и до. Нет минимума, это может, это стартап, слово стартап, это с нуля до... Ну, то есть нельзя сказать так, что, ребят, вот если у вас маленький бизнес еще неизвестный никому, и вы просто там, ну, вот только крутая идея, то у вас шансы минимальные, а вот если все работает, то максимальный, такого нет. Можно с идеей, просто идея бизнеса, это не обязательно уже существующий бизнес, но я даже, тут задают вопросы, и я бы хотел ответить на ваш вопрос, на ваш вопрос, ответим на вопрос, который задают в чате. Да, давайте, какой вопрос вам понравился больше всего? Я бы задал все, но... Есть, Валерия, Валерия спрашивает, может ли предприниматель не иметь денег на открытие бизнеса, но иметь бизнес-идею, какой минимум надо потратить на оформление по ПМЖ? Это очень интересный момент. Когда есть идея у основателя бизнеса, есть идея, идея может быть какая-то технология, любая идея, то он не обязательно должен создавать этот бизнес сам, он может иметь другие инвесторы с ним. Так что бывает часто, на самом деле везде по всему миру бывает, что есть типа основатель бизнеса, как Марк Зукинберн, который основал Facebook, он был студентом без всего, но он взял эту идею и нашел партнеров до того момента, которые помогали ему в разных моментах, до того, как он даже получал первую копейку. Так что тут по этой стартап-виза Канада разрешает до пяти человек эмигрировать все вместе, используя одну идею. Одна идея, один бизнес, пять семей могут эмигрировать. И то, что это означает, я просто закончу, это означает, что если у человека есть идея, но нет денег на оформление, на оформление ПМЖ, на работу, мы работаем за деньги тоже, как ни странно. Это очень странно, что мы... Редкий случай, что кто-то сегодня работает за деньги. Так что пять человек, включая людей, у кого есть деньги, кому интересно жить в Канаде, они могут поддерживать того человека, у кого основная идея, и основная идея бизнеса. Так что это ответ не Ксения, а Валерия, о том, что вот если вообще нет денег, потому что наши услуги и услуги даже подавать заявление в этой фонды стоят деньги. Они берут за рассмотрение документов, они берут немаленькие деньги. Так что просто чтобы рассматривать. Такой уточняющий вопрос. Можно ли, соответственно, вот тот ответ, который вы сейчас дали, дать на такой вопрос, если у человека нет инновационной идеи, есть ли выход и можно ли присоединиться к чьей-то идее? Ну вот это... То есть, в принципе, по сути, оно есть. То есть, в принципе, ситуация просто с другой стороны. То есть, условно говоря, есть какая-то вот идея, и один человек является автором этой идеи, а четверо – это его друзья, там, в кавычках или без кавычек, и он может... Да. Призвольте. Окей. Вопрос. Я сразу давайте задам несколько вопросов. Мы еще не завершаем, но просто чтобы успеть ответить по максимуму. Есть ли некие ограничения по возрасту в этой программе, если мы говорим об основных заявителях? Не существует никаких. Не существует. Да я даже могу чуть-чуть добавить. Давайте. Дело в том, что самый молодой представитель одной из программ с другой страны, кажется, с Китая, даже не помню, ему было 20 лет, а самый старый, который у нас прошел и уже живет в Канаде, ему было 67 лет. Ну, в общем, диапазон вполне приличный. Вот и до. Вот и до. Вопрос. Мы с Майклом обсуждали его и понимали, что он невольно возникнет. Какие бизнес-идеи сейчас наиболее востребованы? То есть чем заниматься? Клининговые услуги, интернет, разработка сайтов, новые кнопки, на которых можно... Да, 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 все, все это. Ну, расскажите, еще раз. Да. Я сейчас в двух словах расскажу вам. Дело в том, что, смотрите, так как у нас, то есть мир весь перевернулся, давайте так скажем, да, то есть после даже COVID-19, что получилось, то, что больше и больше технологий получилось, да, мы больше стали, вот с вами сейчас мы разговариваем, как, короче, мы не разговариваем, невозможно было, да, то есть получилось то, что на сегодняшний день в Канаде интересно все, начиная с высоких технологий, какого-нибудь медицинского бизнеса, агрикалчур, вот все, что вы можете представить. Но я бы не сказал бы, что если вы хотите приехать в Канаду и открыть, у вас, скажем, в России, в Москве у вас несколько пиццерий, и вы хотите приехать в Канаду и открыть пиццерию, это не инновационная идея, это не пройдет. То есть вы хотите сказать, что московская пицца в Канаде – это не инновация, но я уверен, в Канаде нет московской пиццы, так что… Давайте скажем так, если у вас есть инновация, вот очень правильно вы сказали, если в Москве есть такая пицца или какой-то ингредиент, или она что-то делает, она такая вкусная, или она так быстро производится, или… Быстро черствеет, например, черствеет через минуту, это очень круто. Кстати, если честно, на самом деле много русских людей живут в Канаде, есть русские супермаркеты, есть очень много всего, и есть русская пицца у нас в Торонто уже, так что не получится. Не получится, понимаю. То есть, тогда скажите, насколько реально самому оценить вот эту инновационность, или, ну вот просто там был тоже вопрос, что можно ли вам отправить, там, Майкл, Ленури, можно ли вам отправить просто идею, чтобы понять вообще, имеет ли смысл с такой идеей работать дальше? И, насколько я понял, ведь одно дело уровень идеи, а другое дело ее упаковка, и это… Не только, еще самое главное не только упаковка и идея, а главное, чтобы ее приняли вообще. Ну, так правильно, то есть, как бы, я так понимаю, что принять могут и вот такую инновационную, и вот такую вот, но просто тут вот Вернаде издает некое искусство, как я понимаю. Вы знаете, если Майкл позволит мне, Канада, как ни страна, это другая страна. Мы открываем Америку. Мы открываем Канаду. Канаду, да. Я вырос в Канаде, я потом, когда был взрослым человеком, переехал в Москву и жил в России много-много-много лет. И после 30 лет я решил вернуться в Канаду, и где я не жил уже 30 лет. Я жил в России, я почти можно сказать, хотя я приехал в Россию, когда мне было 25, 23, 22. Можно сказать, что я вырос там тоже. Я приехал, и я понял, что с моим менталитетом бизнеса русского мне очень было тяжело переключаться на канадский бизнес. Там все по-другому, все работает по-другому. И подумать, что ты сумеешь даже понимать, как создавать эти 500 страниц, это я не могу. Поэтому мы не говорили о том, что мы с Михаилом не только друзья, но мы создали совместное предприятие в Канаде, где мы будем помогать работать с людьми, которые из России, из бывшего Советского Союза. Вместе заниматься продвижением их идеи и оформлением их ПМЖ. Мы это делаем вместе. Я даже наоборот скажу, Михаил сейчас сидит в офисе АПЕКСа в Москве. Я не в России сейчас. Михаил уехал из Советского Союза, когда я приехал в Советский Союз. Так оно и было. Вы все никак не можете встретиться. Вы все там в воздухе. Ну, мы как-то... Да, вот, взяло. И Михаил живет уже много-много лет в Канаде. И несмотря на то, что он там не родился, и он там не вырос, он понимает бизнес в Канаде намного лучше, чем я. Он создавал много бизнесов, очень успешных вывалов на биржу в Штатах. Он помог многим выходить на финансовые, всякие финансовые рынки Северной Америки. И он понимает бизнес намного лучше в Канаде, чем я. И я считаю, что... И не обижаюсь, Майкл. Я понимаю бизнес в России лучше, чем он. Нет проблем. Бывает. Но это ответ на ваш вопрос. Это мы... Чтобы общаться с инвестиционными фондами, это не просто поднять руку и сказать, вот я. Это надо понимать. Это не только английский язык. Это не только менталитет. Это понимание, что такое балансы. Балансы. Балансы, если смотреть на балансы фирмы в Канаде и балансы фирмы в России, это день и ночь настолько они разные. Просто не только язык, а как это физически выглядит. Окей. Давайте еще тогда вопросы. Вот тот БМЖ, который выдают при приезде, можно ли его... Могут ли его отозвать, например, за несоблюдение сроков нахождения в Канаде? Или какие-то нарушения? Это юридический вопрос. И, наверное, тот, кто задал этот вопрос, я прошу прощения, уже знает этот ответ. Нет. Человек, когда он получает вид на жительство, ПМЖ, он должен обновлять этот ПМЖ раз в пять лет до того, как он получает гражданство. И когда он обновляет этот ПМЖ, единственное требование, чтобы обновлять карточку, это то, что в течение этих пяти лет человек физически находился в Канаде 730 дней, два года в течение этих пяти лет, три года в течение этих пяти лет он может путешествовать, но два года он должен физически находиться. Еще тогда хочу уточнить. Вот вы сказали, что если вдруг бизнес не пойдет, то это не является основанием для отказа в ПМЖ. Ну, бизнес может не пойти. Нет, человек уже получил ПМЖ. Тогда тут такой деликатный момент. Я доведу ситуацию до абсурда, но вы поймете, что имею в виду. Давайте, я люблю абсурдные ситуации. Окей, человек приехал, убедил одну из трех структур, получил ПМЖ, приехал и перестал заниматься этим бизнесом. Ему это вообще не интересно, у него цель выполнена. Вот что здесь, какие здесь могут быть «но»? Дело в том, что человек приехал, приехал когда, то есть приехал и перестал заниматься. Дело в том, что в Канаде есть финансовый год, если вы знаете, да? То есть это раз в году мы отчитываемся государственные ситуации. Вы не поверите, в России он тоже есть. Нет, вот разница, есть разница. В Канаде можно выбрать финансовый год, и это не обязательно календарный год. В России это календарный год. В России у меня, у нашей фирмы в Канаде финансовый год с 1 апреля по 1 апреля, не с 1 января. Так что вот еще разница, очень много нюансов. И до того, как человек приехал, очень важно, да, вот он получил письмо поддержки. Но, чтобы вы знали, это маленький, маленький такой секрет, но я думаю, что это уже не секрет, потому что я сейчас объявлю это. Дело в том, что каждая организация, инкубатор, Angel Wessor или VC, они отчитываются перед государством, что это тот или иной бизнес, которому они выдали письмо поддержки, как он продвигается, что он делает. И это очень важно. Почему? Потому что, если гласить, это очень четко и жестко, если вы приехали только чтобы ПМЖ и потом забросить этот бизнес, не получится. Но, если вы сделали все усилия для того, чтобы этот бизнес развивался, и вы попробовали это, это совсем другое дело. Понимаете, да, чем я говорю? Понял. Я просто смотрю, сейчас вопросы еще поступают, еще с Фейсбука поступает несколько вопросов. Окей, услышал. Смотрите, теперь такой момент. Вот вопрос изначально звучал так, может проще получить ПМЖ, просто открыв бизнес в Канаде? Нельзя. Вот как раз хотел уточнить, такой программы нет? Нет такой программы. Можно открывать любые бизнесы, но это не дает ничего. Следующий вопрос. Есть ли ограничения по тому, где должен располагаться бизнес, где должен жить предприниматель? Там, Квебек или другие, нет никаких ограничений, но только на территории Канады. Я сейчас, Майкл, я думаю, что я знаю, что ты хочешь сказать. Тут важно, есть, есть очень важный момент, и очень тонкий момент. Любой человек, который получает ПМЖ в Канаде, имеет право жить в любой провинции в Канаде, включая Кубе. После того, как он получает ПМЖ, он может переехать в любую точку Канады, включая Кубе. Но, если человек хочет иммигрировать именно в Кубе, изначально, то он должен, у провинции Кубе есть особый статус в Канаде из-за французской культуры, и у них есть своя иммиграционная служба и своей программой. И вот по этой программе нельзя подавать на создание бизнеса именно в Кубе и жить в Кубе. Но тут тонкий момент. Как только, условно, как только, если человек создает бизнес в Торонто, и прилетает в Торонто, он может сесть в машину и переехать сразу из аэропорта в Торонто в Монреад и жить в Монреад. Но это после получения ПМЖ до получения ПМЖ он не может иметь намерение. Намерение это очень субъективное дело, которое меняется все время. Сегодня я хочу одно, завтра я хочу другое. Но если он изначально хочет сказать, он говорит, что он хочет в Кубе, то он не может по этой программе. Если он решит после того, как он получает ПМЖ, то он может искать. Я надеюсь, что это немножко ясно. Окей. Вот еще вопрос пришел. Если я указана на слайде, могу подать на гражданство через 3-4 года, то есть до истечения действия ПМЖ. Какие факторы учесть, что важно для претендента на гражданство, какие сроки проживания, какие экзамены надо сдать, язык и так далее. переход от ПМЖ к гражданству, в чем он заключается? Как я сказал ранее, когда ты подаешь на гражданство, правительство смотрит на последние 5 лет до того, как ты подал на гражданство и хочет увидеть, что человек был физически находился за последние 5 лет 3 года, 1095 дней. Так что человек может приехать сегодня, сегодня какое число, я не помню, 7 октября 2021 года, если он не выезжает из Канады никогда и хочет податься на гражданство, он может первый день, когда он может податься на гражданство, это 7 октября 2024 года. И все, если он отсутствовал год в течение этого времени, то он только в 2025 году может податься. по поводу экзамен, нужно экзамен дают тебе книжку, есть там экзамен истории Канады, надо знать сколько провинций в Канаде, какая столица Канады, какой язык в Канаде, какой там кто премьер-министр в Канаде, вот такой экзамен. Это довольно Киев. Не надо говорить, какая в Канаде команды Национальной Баскетбольной Ассоциации, такое не спрашивают? Могут спрашивать, играют ли в хоккей, есть ли медведи, вот такие вопросы. Ну что, шикарно, шикарно. Следующий вопрос у нас идет, о каких суммах идет речь при оплате услуг инкубатора? И вообще при оплате, какие там порядки вообще? Я сразу скажу, что то, что мы берем за сопровождение от и до включая введение бизнеса после этого это 250 тысяч долларов. так что это не для бедных людей, это для людей, которые бизнесмены, которые хотят и могут создавать бизнес. Потому что создать бизнес это тяжелая штука. А что бизнес-инкубаторы, вы сказали, что нужно оплачивать, чтобы они рассмотрели, в принципе, начали с вами общаться. Сколько они за это? Это часть того, что входят в эти, кстати, входят в эти 250 тысяч. Все по-разному, но это десятки тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, они будут рассматривать вот эти бизнес-инкубаторы. Я один момент не очень понял. Этих бизнес-инкубаторов сколько? Вот группы инвесторов Angel, сколько их? Один, пять, десять? Есть список на сайте иммиграционной службы. Есть список этих инкубаторов, которые они должны быть специальные инкубаторы, которые признаны авторизованы, потому что бизнес-инкубаторов куча, просто огромное количество и всякие VC funds тоже огромное количество, так что но только некоторые. Майкл, сколько есть всего? Всех вместе? где-то я думаю, что где-то около 30, что-то такое, но там же как? Получается то, что вы можете подать, но вы же не знаете, куда она пойдет. Я объясню, в чем фишка. Фишка в том, что когда вы подаете напрямую бизнес-инкубатор или VC fund, или Angel Western, они получают заявки по всему миру приблизительно 600-700 заявок в день, в день, каждый. Можете себе представить, что возможно никто даже не прочитает это. У них очень хорошая папка спам. Что? У них на почте должна быть хорошая папка спам. Абсолютно, Вот. И когда они работают с нами, что получается, то, что они знают, что мы сделали полностью весь додылочинс, они знают, что мы сделали полностью весь обзор и они уже понимают, что когда мы уже сделали наш полностью проверку, и там уже понятно, что все будет хорошо. Это очень важно. К сожалению, да, конечно, каждый может подать отдельно, лично, попробовать, но не вопрос, что кто-то даже прочитает это и получится. Окей. Ну, смотрите, мы проговорили 1 час 18 минут, и у меня есть еще буквально пара вопросов, давайте только посмотрим еще раз на этот слайд, значит, еще разочек, вот мы с вами отдельно обсудили, ну, или с вами, что начальные документы, дополнительные документы, это формальная сторона вопроса, которая имеет отношение к любой эмиграции, по сути, без паспорта вы можете сколько угодно открывать свои стартапы, ну, это обсудить, да, вот в левой части мы посмотрели, в левой части этого графика бизнес-инкубаторы, angel investors и венчурный капитал, получаем приглашение от этой полномоченной организации, получаем письмо поддержки, что такое соглашение о намерениях? Я расскажу. Дело того, что такое соглашение о намерениях? Это когда инкубаторы или angel investors или венчурные фонды уже рассмотрели вашу идею и им оно понравилось и они говорят, да, мы возьмем вас, они присылают специальный контракт, который называется МОЮ, да, на английском, Меморамбум of Understanding или это просто контракт на их услуги, которые они должны подписать и после этого уже начинаются следующие действия получения letter of support. Скажите тогда, вот я просто опять же в этой схеме, если у тебя есть это соглашение о намерениях, если я правильно понимаю, тебе не нужно заявление на получение вида жительства через программу Startup Visa. Это так или это просто не обращать внимание, все. Филипп, это не я сейчас расскажу. Дело в том, что смотрите, вот специально ссылочки показаны, да, приглашение от ополномоченной организации. Что это означает? Это означает, что организация приняла, да, и работает, то есть вы подписали контракт с этой организацией, и после этого они уже работают для того, чтобы выдать вам после этого контракта, да, они проверили, все хорошо, получил или вы уже начали, прошли интервью с одной из полномочий организации, или вы будете скоро начинать работать, скажем, да, с этими, они дают вам контракт, который вы подписываете, вы платите деньги, да, за ихнюю работу, и после этого они уже выдадут вам соглашение намерения и письмо поддержки, вот так получается. Окей, хорошо, ну и тогда давайте подводим некий итог, посмотрим вот на какую историю. Итак, значит, мы выяснили, что, как понятное дело, что мы могли бы еще несколько часов говорить, потому что там есть очень много нюансов, но, во-первых, я думаю, оставим что-то для личного общения, ну и Майкл, они через там 10 минут уйдут из нашего эфира, но они не покинут, соответственно, Америку, я имею в виду континент, американский и российский континент, соответственно, с ними можно будет связаться и обсудить вопросы, которые вам интересны в частном порядке, контакты у нас в чате есть. Вопрос все-таки следующий, вот есть человек с некой бизнес-идеей, это безусловная история, возможно, он привлекает каких-то дополнительных партнеров, которые ему помогают финансово, потому что бизнес-идея любая, она требует финансовой подпитки, что здесь, что в Канаде, все это понятно. Как вы видите свою миссию и свою функцию, что делаете вы, что делает ваша компания, как она помогает и с чем надо к вам приходить, то есть насколько идея и вся эта история могут быть проработаны перед тем, как человек обращается к вам. Нури, ваш ответ, Майкл, ваш ответ. Давайте, нули вы начнете. Ну, вот то, что очень лично для меня интересно в этой программе, это то, что идеи могут быть очень разные, и подходы разные, и время развития и идея может быть разной. К нам могут приходить люди, которые, у кого даже нет идеи, а хотят участвовать в каком-то инновационном бизнесе, мы можем связать их с людьми, у кого есть идеи. Есть, могут и к нам приходить люди, у кого вообще нет денег, но у них есть инновационная идея, мы будем их связать с теми, у кого, которые хотят тоже инвестировать. Войти в счастливую пятерку, великолепную пятерку. создавать такую пятерку это пузл. И так что вот в этом то, что интересно и не скучно для нас. И как только мы в зависимости от стадии бизнеса, от с нуля или уже существующий бизнес, наша работа меняется и мы должны предпринимать разные шаги. Естественно, самый главный шаг это подаваться на получение вот этот letter of support, письмо о поддержке. Естественно, надо подаваться на PMG. Но то, что Майкл делает, это в течение мы говорили о том, что полтора года есть от получения этого письма до приезда в Канаду, ему нужно создавать базу для этого клиента, создавать финансовую бизнес-базу. И тут еще раз, идеи могут быть разные, это может быть и пиццерия или следующий Facebook. В зависимости от бизнеса и от идеи, нужно создавать разные инструменты работы, работы разные, может быть, иметь настоящий офис и какие-то инженеры должны работать сначала или может быть создавать ресторан. Так что в зависимости от того, что мы говорим, мы должны упаковать это дело, чтобы и подавать на полученные письма поддержки и получить Майкл, тот же самый вопрос вам, но только может быть чуть-чуть еще пару слов мы с вами совсем не сказали, у вас же были конкретные примеры, просто перечислите хотя бы кратенько, а кто же те ребята, которые получают и уже воспользовались этой схемой. И в чем ваша история, давайте я пролистаю, расскажите. Дело в том, что давайте в двух словах расскажу, и кто я такой вообще, просто в двух словах расскажу, это интересно, и вот сейчас вы поймете в чем. Дело в том, что у меня всегда была мечта увидеть максимально интересных специалистов, интересных бизнесменов со стартапами, в которых я хотел бы инвестировать лично. И что получается? Получается то, что мы видим на сегодняшний день 60-70 обращений в неделю. То есть мы видим разные интересные идеи, что-то очень инвестиционное и так далее что-то подобное. И что получилось? Получилось то, что да, мы перелопатили, как говорится, миллион людей и просмотрели их бизнес и так далее что-то подобное, но самый интересный фокус здесь в том, что наша идея компании и идея канадского эмиграции, эмиграционного агентства, это точно идем параллельно. канадцы хотят увидеть и чтобы какой-то юникорн вышел, да, вот, вот что-то с этой идеей случилось и вот вышел, получился экзит, да, вот это самое важное. Я думаю, что весь мир на это смотрит, да, то же самое и я, я очень хочу найти второго Элон Маска и выйти, как говорится, на пенсию вместе с ним, вот, вот это что интересно. Так вот, что получилось? За время нашей работы, опять же, мы работаем в этом бизнесе, мы, можно сказать, первые, которые начали работать с этой программой и никто даже не знал, как она работает и все остальное и на сегодняшний день получается то, что мы увидели серьезные результаты и какие, скажу. И почему Россия? Почему СНГ? Хочу сказать тоже. Потому что в последнее время очень много семей приехало, уже имеют ПМЖ, то есть они уже живут в Канаде и развивают свой бизнес. И получилось так, что я увидел, что в России и в СНГ есть действительно люди, которые очень интересные, которые уже привезли такой интересный бизнес, что даже я хотел зайти с ними. Вот. И если вы посмотрите, например, вот простой продукт, да, Scanner Stop TriFit, это очень замечательный продукт, это суперидея, которая могла, просто это пришло с России, с очень интересным человеком. Вот. И их команда разработала специальный сканер, который помогает, подбирает обувь, да, то есть вы можете прийти по размеру, оно точно понимает, то есть вы можете поставить свою новую стопу просто на чистой бумаге, взять свой салфон, сделать фотографию и моментально в 3D оно планирует вашу ногу и также подбирает обувь с разных компаний. И сразу же показывает в эту же минуту, какая обувь вам подойдет точно, а какая будет жать и в чем проблема, да, и в этом случае что получилось с этой интересной инновационной идеей? Когда ребята пришли к нам, я начал смотреть на это. Почему? Я лично обратил внимание, потому что это что-то такое, что действительно в мире вот только развивается, только начало. И когда я увидел, что ребята начали подписывать контракт, даже, то есть я посмотрел на эту идею и сказал, ребята, ну это вообще классно, интересно, оригинально, потому что у меня есть проблема подобрать хороший обувь, чтобы нормально у меня широкая нога и очень высокий подъемок. Ну как для меня очень тяжело. И в этот момент этот человек он просто стартапер, нормальный парень, очень умный. Он взял прямо вот в ресторане, когда мы с ним общались, он взял, сфотографировал мою ногу, поставил, показал, что Nike подходит, а вот эти туфли не подойдут. Я говорю, так это замечательно, я говорю, а что дальше? И я просто даже мне очень приятно. И этот человек, его идею я подал в три разных организации. Но у него уже был прототип, очень интересный. у него уже был ап, который он подстроил и достроил. Предложение. Что что? Аппликация? Предложение. Предложение, да. Предложение, да. Но, конечно, ему нужны были деньги для того, чтобы дальше развивать. И у него уже были подписаны какие-то контракты с серьезными организациями. Я не буду рассказать, с какими, потому что вот эту компанию я бы с удовольствием взял бы, сам лично инвестировал и сам лично вывел даже, может быть, на публичный рынок. Я говорю, это было очень интересно. В этом случае что получилось? Получилось то, что этот человек вот-вот скоро приезжает уже в Канаду и кто заинтересовался? Заинтересовался три организации сразу. Можете себе представить? То есть мы взяли эту идею и пошли и в Инкубатор, и в Энджело Лестер, и в ИСИ, и вот с Россией, организация, которая родилась в России, вот сейчас получила письмо поддержки от трех организаций. Представляете, у нас какой был фурор. И в этом случае нам надо было правильно выбрать, с кем мы пойдем. Почему? Потому что здесь настоящий бизнес и очень важно то, чтобы не съели этот бизнес, то есть не откусили большой кусок пирога, можно так сказать. Тут есть очень много стратегических моментов. И в этом случае все замечательно получилось. Давайте идем на следующий. Вот еще один пример. Вы можете пойти на слайд, тройка рассказал. Вот еще один продукт очень интересный. То есть получилось то, что девушка тоже с России, семья, вот, очень интересные ребята, у них много было спа-салонов в России, вот, они уже получили ПМЖ в Канаде, то есть у них были парикмахерские и спа-салоны. И что получилось, то, что есть большая проблема, то есть мы решаем с ними проблемы, которые есть конкретно у них в бизнесе или на рынке. То есть получилось то, что они все время смотрели на то, то есть весь мир имеет большую проблему, когда выпадают волосы, когда есть проблема с перхотью и так далее, что подобное, и они дали нам очень интересную идею, которую мы вместе разработали с ними, вот, и довели до ума, и всем очень было интересно. Это специальная праж, то есть специальная щетка, которая считывает, когда вы расчесываете, считывает точно полость вашего скалпа, и в это время оно передает информацию на аппликацию на телефон, но оно идет через CRM специально, который понимает, как, что нужно, то есть оно понимает, какой шампунь нужно использовать, и также, что оно помогает в том, что идет специальная лазерная обработка и помогает росту волос. Прототип был интересен, мы начали смотреть дальше, дальше, и ребята приезжают сейчас в Канаду и начинают заниматься этим бизнесом. Получается то, что всегда очень важно не только идея, а важно кто принес эту идею и какой у них есть бэкграунд, откуда они вышли. Я, как инвестор, сегодня приходит ко мне очень много молодых ребят разных бизнесов, инвестирую, на что я смотрю? Я смотрю точно так же, как смотрит инкубатор, как смотрит ВСТ и как смотрит Энджел Уэстер. Я один из зрителей, работаю с этими инкубаторами, то есть подобное. Получилось то, что я смотрю кто принес идею и какая идея. И это очень важно, потому что если идея замечательная, а вы просто ее где-то украли, ну, она не будет. Вы в этом не понимаете. Давайте еще раз смотрим на другой, еще один бизнес. Можете показать слайд. там вот какой из них вот этот. Ну, давайте еще про этот и потом пожалуйста. ребятам этот бизнес, он был в России и работал успешно, да, и многие мы посмотрели сначала на этот бизнес, и ребята хотели приехать в Канаду, они уже получили замечательно и работали здесь очень хорошо. Вот, когда они пришли с этой идеей, мы сначала посмотрели, ну, стрела так стрела, кран так кран, но когда мы подошли немножко поближе, мы поняли, что это 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 эта идея и эта система очень интересна. Почему? Потому что что получается. Эта система помогает называться лифтинные решения век. То есть они в чем инновация здесь? Это не просто кран, не просто система, чтобы подняться на верхний этаж, скажем, и помыть там окна или поменять рекламные щиты и дальше подобное. Да, это все везде есть, но здесь инновация была в том, что вот эта вся система и эта стрела, она 45 футов, это очень большая, и она умещается на маленьком пикап трак, то есть пикап трак это маленький маленькая машина. То, что она зацертифицирована уже в Канаде, эта система была придумана в Корее, но они модифицировали так, что под канадский стандарт, что она действительно работает, и она может проезжать, как вы знаете, в Торонто, в поменять там какой-то щит или что-то такое, большой трапик, нету места, негде запарковаться, так же, как в России, но эта машинка может подъехать вот таким образом, что очень и остановиться, и ты не важный, то есть неважно, где ты встал, но ты можешь подъехать, подлезть именно под... Здесь инновация в том, что комплектующие, то есть взяли часть, то есть взяли систему лифтов, да, и взяли маленький тракт, да, подходит. Вот такое. Ну что ж, давайте после трех очень интересных примеров ответим на такой более приземленный вопрос, можно ли с ПМЖ Канады ездить без визы в США и преимущество для бизнес-путешествий, наверное, последний вопрос. Нельзя ездить, нельзя, с ПМЖ нельзя, но довольно-таки легко получать визу. То есть владелец ПМЖ Канады получает без особых проблем визу? окей. Ну что ж, дорогие друзья, проговорили даже больше, чем ожидали, я хочу еще раз попросить опубликовать контакты Нури и Михаила в чате, потому что я предполагаю, что ну, далеко не все вопросы, особенно в таком деликатном вопросе, как инновации и переезд можно задавать прямо в чате, скорее всего, может быть, в частном порядке лучше начать работать. Вопрос, есть ли неудачные кейсы? Кстати, вот давайте тогда уже завершим. Когда к вам приходят, есть ли такие истории, что вы смотрите, говорите, поймите, я думаю, что всем должны это понимать, это программа для инновационных бизнесов. Мы живем, мы ходим по земле тут, мы не можем придумать то, что не существует, и то, что мы должны отпирать, мы в начале, потом эти фонды, и потом государство, мы должны отпирать лучших из лучших. и не все подходят, и мы, это очень сложная работа, и мы не будем тратить время на то, что не будет работать, и это нечестно по отношению к нам, и нечестно по отношению к клиенту, и поэтому лучше в начале просто сказать с вами хорошо, но к сожалению мы не можем работать. Ну что ж, дорогие друзья, Нури Катс, основатель и президент Apex Capital Partners, лицензированный участник Канадского рекламентирующего совета иммиграционных консультантов, компания Apex Capital Partners, герой сегодняшнего дня, потому что сейчас в том месте, где он находится, 4-5, мы сейчас вас отпускаем, и вы можете идти спать, хотя лучше... Пол шестого. Пол шестого, ну пол шестого вообще детское время, в это время в обычном России уже все встают и идут на работу. Ааа, особо на зимой. встают так, ванно. Именно так. У нас ранее давно не были в России. Несколько недель, поэтому... Я был вчера, три дня назад. Три дня, вы знаете, у нас страна больших, поменялась. У нас страна инноваций. У нас страна инноваций. Вот это да, на самом деле, если серьезно и последнее скажу, Россия, страна инноваций. В России есть самые умные люди. И то, что мы можем делать, это дать им выход на финансовый рынок Северной Америки. И в принципе, для этих людей, кому это надо, это вот такое решение. контакты Михаила, да, они тоже есть в чате, чуть выше они, вот вы можете их скопировать отсюда, но мы их еще раз давайте опубликуем. Майкл, спасибо вам огромное. Майкл, человек, который, как я понимаю, родился в России, долго-долго жил в Канаде, а сейчас на какое-то время в Россию вернулся. Спасибо вам огромное и за ваш тоже интересный рассказ. Ну, в заключении напомню, что ближайшие пару дней статья и видео вебинара будет опубликованы на портале Преанру. Мы продолжаем, у нас вебинары будут продолжаться и на следующей неделе, так что можете тоже смотреть, регистрироваться. Ну и еще разочек, Нурикат, Майкл Шайман и мне очень приятно, Нурикат, что вы сказали, что в России есть умные люди, я косвенно, косвенно, это и на себя, на себя, так сказать. А это никто бы сомневался. Презентовал, но надо немножко прихвастнуть. Мы самые лучшие, вы лучшие случаи. Вот, 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 вот. Не знаю, наверняка знаете такой фильм, Покровские ворота, мой любимый. Фильм Покровский ворота, ну вот видите, а говорите, в России жили. Там есть совершенно замечательный момент, главный герой говорит, не искренне говорите, а жаль. Ну ничего, я надеюсь, что вы говорите искренне. Сэнк Салот от Людмилы Пожидаевой. Друзья, спасибо вам огромное. Вопросы Михаилу Нури задавайте. Филип Березин, портал прианру недвижимый за рубежом. До скорой встречи. Славно пообщались в 4 и в 10 по разному времени. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо.